Всем доброго времени суток! Меня зовут Авангард, и мы продолжаем играть в Амори. Прошлая серия закончилась на очень позитивной, светлой ноте, и как бы хотелось, чтобы вся история так закончилась, но что-то я пока в этом не уверен, потому что мы до сих пор не знаем, что там с Базильем, и, кстати, вернулся ли он. Да и Санни все ещё окажется каким-то очень, немножко отчуждённым от своих друзей. Может, такое впечатление только потому, что это как бы не мой протагонист, но... С другой стороны, вспомним сцену группового объятия, и как он отступил, когда Обри расплакалась, в отличие от остальных. В общем, не знаю. К тому же мы так и не приблизились к разгадке тайны, разве что на пару шажков, почему же Мари покончила с собой, если покончила. В любом случае, нам нужно узнать, что там с Базильем, которому, возможно, хуже, чем всем нам вместе взятых. А, слава богу, ребята вернулись. Что-то не так? Ну, Базиль вернулся домой, но он не разговаривает со мной. О, нет. Есть ли что-то, что можно сделать, чтобы помочь? Это немного тяжело сказать прямо сейчас. Когда Базиль вернулся, он пошёл прямо в свою комнату и запер дверь. Он же навещал свою бабушку, что если она умерла? Я не смогла больше вытянуть из него ни слова с этого момента. Может, ему нужно просто быть в одиночестве, но я не знаю. Я просто беспокоюсь. Вы, ребята, можете попытаться поговорить с ним? Конечно. Мы сделаем всё, что можем, чтобы помочь. Спасибо вам все. Можете свободно заходить, когда вы будете готовы. Ну, а мы уже готовы. Конец прорушиции мы посвятили оставшимся социальным взаимодействиям. Опциональным квестам. Поэтому, вроде как, ну, по крайней мере, всё то, что я хотел, я сделал. Так, надо было закончить серию вот в этой локации вчера. Раз уж тут была корзинка, но я, конечно, об этом не знал или не помню. Ладно. Так, во-первых, навестим комнату бабушки Базилия. Её здесь больше нет. Что, в общем-то, логично. Базилия был совсем один в последнее время, поэтому я уверена, что ему одиноко. Приятно знать, что у Базилия есть друзья, которые так сильно заботятся о нём. Жаль, что так сильно заботятся о нём мы стали только в последние несколько дней. Не знаю, всё-таки Базилия очень важная фигура. Не просто же так его исчезновение является основной сюжетной линией в Headspace и то, что про него забывают. Привет, Базилия. Это Хиро. Я здесь с Келли, Мобри и Сани. Мы все здесь, чтобы увидеться с тобой. Хиро, у меня есть дверь. Есть что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы помочь? Мы просто хотели дать тебе знать, что мы здесь. Дай нам знать, если тебе что-то понадобится. Хорошо? Блин, а Базилий там вообще жив ещё? Может, нам раз нужно время наедине с собой. Правда, простите, что тревожу вас. Не переживай из этого поля. Мы все были здесь раньше. Если я и научился чему-то за последние несколько дней, так это то, что друзья должны быть рядом друг для друга. Эй, Базилий, это Лобри. Я просто хотел сказать, что мне жаль из-за того, как я обращалась с тобой. Ты, пожалуйста, скажешь что-нибудь. Мы просто хотим знать, что ты в порядке. Я думаю, мы должны остаться здесь для него. Да. В последний раз мы все допустили ошибку в том, что оставили друг друга, когда мы наштались друг в друге больше всего. На этот раз мы останемся вместе. Поли, ты думаешь, можем поспать здесь этой ночью? О, вы все такие добрые. Конечно, вы можете остаться. Я думаю, Базилий правда бы это оценил. Я знаю, это много для него значит. Потрясающе! Я забираюсь в диван. А, то есть это происходит так быстро? Ну хорошо. Раз Кель хочет диван, то все остальные могут воспользоваться одеялом. Получить стега на одеяло. Нас едовольно много. Я пойду принесу их. Спать на одеяло придется. Кель опять без пардонна от... захватил себе все самое вкусное. Почему ты получаешь диван? Ну, это потому, что я сказал это первым. Ой-ой-ой-ой, давайте без насилия. О, больно? Так, ну ладно, мы снова команда. Так, ну что же. Так, мне немножко страшно заходить в этот санузел на сегодня бросил в порядке. Так, это я. Я отлично выгляжу. Сказал в ангар, но поспешу закрыть зеркало как можно быстрее, чтобы не появилось ничего страшного. Ладно, вот этот знаменитый диван. Блин, весь для Келли. Даже немножко обидно. Мне кажется, здесь и два человека могут вместиться. Он выглядит довольно-таки обширным. Ну ладно, мы кушаем. Так, ничего не происходит вроде. Что делать-то, господа? Так, простите за кашель. Ура, очередная мрачная зловещая ночь. Эй, Сани. Я знаю, это, наверное, не та последняя ночь в городе, которую ты ожидал. Но я просто хочу, чтобы ты знал, что даже хотя ты уезжаешь завтра, мы всегда будем друзьями. Это так пошло, Хиро. Банально, можно сказать. Эй, я просто говорю, что я думаю. Хиро всегда был большим. Ну, в общем, всегда он очень мягким был, да. Прямо как это и обре. Что ты сказал? Это здорово снова так проводить время. Я был так занят со школой и учёбой, что у меня на самом деле не было времени заводить уже друзей. Ну, у тебя всегда есть мы, я думаю. Видишь, я был прав. Посмотрите, кто теперь ведёт себя мягко. Ну да, это правда. Я знаю, что мы всегда будем рядом друг для друга. Прямо как я знаю, что Мари всё ещё с нами тоже. Ты знаешь, надеюсь, мы сможем жить с Абазилией перед тем, как ты уедешь завтра с Аней. Вам бы здорово нормально пообращаться. Да. Блин, я засыпаю. Он, похоже, реально заснул. Не хотел бы я так легко засыпать, как он. Что за... он уже заснул? Храп, храп. Храп. Неистово храпит со скоростью тигра. Да, таки, лето часть его совсем не изменилась. Эй, Саня, спасибо тебе за всё. Наверное, тяжело покидать свой дом после всего этого времени. Но я правда ценю то, что ты... делаешь для нас. Что ты делаешь, что ты для нас. Эй, завтра большой день. Надеюсь, ты не слишком беспокоишься о том, чтобы переехать в новое место. Если что, у тебя есть мы. Жизнь становится лучше. Нужно просто оставаться позитивным. Ммм, жизнь становится лучше. Эй, Сани, после того, как ты переедешь, ты должен, типа, может, приехать навестить как-нибудь или что-то в этом роде. Да, тогда мы все сможем пойти купить себе сэндвичи. Или, может, мы все сможем пойти в парк. Или, может, мы все можем пойти в парк. Или на пляж. Или просто пойти в дом посмотреть телевизор. Кто знает, можно делать что угодно. Это звучит довольно здорово. Это звучит довольно здорово. Думаете, мои новые друзья тоже могут прийти? Конечно, они могут обреть. И не обязательно спрашивать. Чем больше, не веселее, в конце концов. Ну, не знаю. Мне в маленьких компаниях как-то покомфортнее. Да и в настольных играх я предпочитаю дуальные игры, а не те, которые на много игроков. Ясно, я социофоб. Поймали за руку этого социофобного ватсплеера. Ну же, ребята, время уже спать. Как можно вообще спать с таким нистовым храпом рядом? Да, да. Доброй ночи, ребята. Так, а в итоге диван-то не достался Келлю. Договоренности были нарушены. Доброй ночи, Кель. Доброй ночи, Обри. Доброй ночи, Сани. Повижусь со всеми вами утром. Утром меня уже тут не будет. Господи. Какие жуткие картинки. Я уже предвкушаю, предвкушаю что-то страшное. Эта тьма меня просто угнетает. Не знаю, в такие моменты я невольно начинаю вытягивать руку вперед, чтобы доверить монитор. Тихо, тихо, тихо. Я сплю, я сплю. Еще страшнее происходит. Не беспокойся. Эта игра, наверное, говорит мне, чтобы я не боялся страшных штук во тьме. Все будет хорошо. Интересно, кто это говорит? Мари, Базиль, наше подсознание. Ой, Базиль, уж это совсем нехорошо. Гомунку и у сольного химика совсем уже на него давят. Ты простишь меня? Мой лучший друг. Звук, как будто какой-то поезд едет. Пожалуйста. Базиль постоянно просит что-то прощения. Такое чувство, будто это он виноват в смерти Марии. Так, мы снова в белом пространстве, только погодите-ка. Но сейчас мы не о море. Мы с Аней. Так, в инвентарь, в меню я не могу зайти. Так, но где же мои любимые двери, ноутбук, скетчбук? И самое главное, крутая черная лампочка. Опа. Скетчбук. А почему не... А где рисунки? Почему только первый, я не понял. Хотите ли вы уничтожить лампочку? Погодите, не будем торопиться. Только статик. Уничтожить лампочку. Если моя мысль о том, что лампочка символизирует сокрытие правды, потому что она излучает не свет, а тьму, то, возможно, разрушение лампочки как раз символизирует то, что мы все-таки хотим эту правду увидеть. Давайте уничтожим лампочку. А то лампочка же вообще символа моря, разве нет? Ну, игры в смысле. Ой, без лампочки достало совсем темно. Да что же ты такое? Что же ты за штука такая? Почему ты меня преследуешь? Неужели теперь мы сразимся и с этим своим страхом? Самси. Что-то. Нечто. Так, ну успокаиваться нам вроде пока не надо. Мы вроде и так себя чувствуем относительно спокойно. Нечто затаскивается, а не в тени. И сам получает много урона. Наши атаки опять ничего не делают. Так, наверное, нам нужно успокоиться. Возможно, мы и так довольно спокойны, но... В любом случае, это лучше, чем умереть. О господи! Что? Нечто насмехается над Саней, пока он падает. Так, ну это штука с лестницы, да? Мы уже встречались с ней. Нужно просто успокоиться. Перестать бояться. Я тоже не мешал успокоиться. Моменты, когда я ожидаю чего-то страшного. Так, ну ладно, я не знаю, на самом деле, есть ли смысл что-то делать. Давайте просто ровненько дышать. Потому что победить его нам смысла нет. Так, ну если появилась лестница, то теперь должен появиться и господин паук. Дальше и водичка польется. Не, ну эти штуки, конечно, Страхи и Саней довольно классные. Наверное, это странные. Так, нужно сфокусироваться или сначала лучше успокоиться? Нет, сначала нужно успокоиться, нужно избавиться от страха. Не знаю, может потому что не напомню на него какие-то свои детские кошмары. Сфокусируемся. Это просто паучок. Он не особо страшный. Он, наверное, даже не ядовитый. На что похоже эта штука? Она похожа на какую-то облезвую лопату. Наверное, это не то, что вас ждали сейчас услышать от меня. Слушайте, мне теперь можно сфокусироваться. Может, надо сфокусироваться и... Как вдарить? Да, вода. Нужно успокоиться. Сфер нужно превозмогать. Это что такое? Что происходит? Нам страшно. Ну, я не понимаю, что мы видим. Что-то очень размытое. Возможно, это как раз то, что мы не хотели бы видеть. Что-то раскачивается на ветру. Раскачивается на ветру. Что раскачивается на ветру, нужно быть физическим вектором. Вы чувствуете себя так, будто ваша жизнь в опасности. Так это... Так может, это... Так может, это повешенное тело Мари? Так может, Самсинг, это повешенное тело Мари все это время было? В принципе, если так пуду по очертаниям, то немного похоже, да? На волосы. Ай, как больно. Ваши легкие сжимаются. Звуки как какой-то реанимации. Нас нет большего выбора, мы можем только превозмогать. Мы должны терпеть. Ваше сердце пытается выбиться из вашей груди. Вот что мне нравится, вот в этих столкновениях страха, они все очень атмосферные. В плане геймпэта, конечно, просто нужно нажать правильные скиллы несколько раз, но атмосферу, создать, которая создается, ваши пальцы не перестают трястись. Довольно потрясающе это, на мой взгляд. Как всегда, я свои мысли выразил довольно плохо. По крайней мере, наше дыхание начало стабилизироваться. Снова успокоится. Вроде мы так довольно спокойно. Мы восстановили здоровье. Отлично. Мы не можем таковать все проверить, все ли еще то, что перед нами называется самсин. Вообще, как будто, да, тема повешенных тела достаточно часто встречалась. Смотрите, этот образ. Вы собрали всю свою храбрость и научились как превозмогать. То есть, не как перзист. Ну, раз я не знаю, как соперзист на русском, но в рекам это точно превзойти, собрать всю свою храбрость. Собрать всю свою храбрость и посмотреть в лицо страху, возможно. Мы открыли глаза полностью. Мы получили лампочку. Так, я прав или не прав? Это образ повешенного тела Марина все это время преследовал. Ну, это вполне логично, так сказать, фотография дерева. Возможно, что самое дерево. Так, ну я сейчас, конечно, господа и дамы, я прямо ощущаю, что наконец-то, наконец-то мы все узнаем. Если не сейчас, то когда? Деревья. Очень симпатичные фотографии. Такие черно-белые. Это очень большое дерево. Вы можете сохраниться. Сохраниться. Это бы то, что я действительно хотел бы сделать. И базиль тут. Очень красивое дерево. Санни, ты наконец-то здесь? Я всегда мечтал, что ты вернешься за мной. Но может, уже слишком поздно. Правда... Правду того дня будет трудно принять. Когда ты увидишь это, ты должен оставаться сильным. Если ты сможешь, пожалуйста, прости меня. Вы получили фотоальбом Базилия. Так, мне уже тут не нравится. Что здесь изображено? Базиль выглядит откуда-то. А, возможно, это та стеклянная комната? Так, нам нужно оставлять фотографии на места. К счастью, тут все подписано. Что и куда. Напоминает немного эту стеклянную дверь, как будто, да? Которая... Так, собственно говоря, я вклеил эту фотографию. Это идет сюда. Пока ничего, как бы, не предвещает беды. Что это? Опять лица закрашены. Лица всей нашей семьи. Кто здесь? Мама, моей единственной дочери больше нет. И ты? Ты мой единственный сын. Я не могу потерять тебя тоже. Так, эта фотография вообще непонятная. Что-то мне все это опять напоминает. Что-то в духе запас. С размытыми кадрами в конце. Что произошло? Куда мне нужно идти дальше? Возможно, наружу? Нет, нет, нет. Наружу. Блин, тут очень плохо видно. Единственная проблема. Так-то все хорошо. Реанимация. Еще фото. Так, я вижу чью-то нижний пленый тело. Возможно, сани. Я думаю, на самом деле, все станет понятно, когда мы соберем все. Так, это сани прикасаются к марифору. Главное, ничего не упустить. Это единственное, что я переживаю. Но я уже думаю, нам не дадут что-то работать. Что-то упустить. Сидит сани и верхний пленит тело мари. Это все мари в кроватях? Это человек ровно дышит. Хорошо ему должно быть. Так, видимо, я еще слишком рано. Видимо, я что-то упустил. Так, где-то еще могут быть фотографии. Конечно, много вариантов. Четверо детей едут в лифте. Пятеро детей проводят пикник. Так, погодите-ка, что еще? Четверо детей разговаривают с китом. Это все из хедспейса, да? Четверо детей карабкаются по лестнице в космос. Трое детей и один тост. Так, может, то, что в реанимации показывали по телевизору и все эти сюжеты, так сказать. Почему Сань-то был в этой реанимации? И почему эти сюжеты? Четверо детей, которые катаются на вагонетке. Четверо детей, которые в лесу. Ну да, это все то, что происходило в хедспейсе. Так, однако с этим пациентом что-то произошло. Этот человек не дышит, у него отъедина... Так, видимо, нам наружу. Очень длинная лестница. Что там было внизу? Слушайте, а тут это тоже лестница на фотографии? Как-то все это не очень похоже на повешение, да, пока? Можно фотоальбом посмотреть? Нет, нельзя. Так, ну ладно. Санни спускается. Так, нам не дали вклеить. Мари лежит внизу лестницы. Мари... Упала с лестницы. Зачем не дышит? Санни, не беспокойся. Все будет хорошо. Что это за место? Что-то не дает вам приблизиться ближе. Как мне надо получить фотографии. Руки. Тихо, тихо, тихо. Что происходит? Ой, мне это не нравится. Что-то у нас совсем не хорошо. Я что-то не дает вам приблизиться. А почему я пытаюсь приблизиться-то? А почему вопрос? Так, на этой дороге останется все меньше пальцев. Значит, еще одна фотография где-то должна быть. Какая идея. Так, это у нас музыкальные инструменты. Снова возвращаемся к теме этого сольного концерта. Все в инструментах. Тихо, 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 тихо. Так. Господи, что это? Что это? Что-то такое. Судя по последней фотографии, получается. Как открыть дверь? Вы хотите крутить лампочку? Да, давайте увидимся. Слушайте, это комната Базилия, может быть? Я что-то подумал. Получается, это Санни столкнул Марис лестницы. Почему? А, господи, что-то мы совсем плохо выглядим. Так, ладно, я лучше не буду смотреть ее в лице, в глаза. Хотя вряд ли это не, вряд ли комната Базилия. Слушай, она стала веселее, но только на мгновение. Нет, не комната Базилия, это что-то из нашего. Из нашего дома. Мне нужно собрать все, поставить все на свои места. Так, ладно, я это сделаю на полосе. Но, как можно заметить, фотографии тут еще не везде, не хватает целой страницы. Я так понимаю, это посвящено теме дерева. Знаете, получается, если это Санни столкнул Марис лестницу, то получается, ее потом еще и повесили на дерево, чтобы синицировать самовисство. Это какой-то... Петелья. Это скакалка, скакалка. Добавленная ее тоже к нашей коллекции. Что мне нравится, что снова вернулись к теме фотографии. Именно через них подается правда. То есть, вот этот фотоальбом теперь, который показывает счастливее наш монет, и показывает что-то самое страшное, самое мерзкое из нашей жизни. Вzą回去. Особледнее. Что-то самое, было поберегное. Ох, нет. Осталось две фотографии. Ну а почему? Какая могла быть причина? Просто, наверное, когда происходят несчастные случаи, никто не подвешивает человека. Пытаюсь это скрыть, хотя, наверное, я почти на 100% уверен, что это как-то связано с этим отчётным концертом. Может, и была зависть. Может быть... На море же вроде не нравилось играть на скрипке. Ну да, эта тень напоминает сами знаете что. Всё ещё мне непонятно, какую роль в этом сыграл Базиль. Так получается, всё это время нас ждал твист из Андрова, который был там в начале игры. Там просто тоже столкнулись лестницы кое-кого, если помните. Море тащит Мари. Море тащит Мари. Ой, Саня тащит Мари. Кто-то не очень понимаю, что происходит. Но тут такое чувство, что Саня не осознал, что сделал. А, и кто-то прикасается к Сане, получается. Наверное, там может Базиль. Наверное, и это не похоже, что это Мари. Базиль открывает дверь. То есть, Базиль помог Сане скрыть это. Всем уверен, за что он просит прощения, правда. Ну и, собственно говоря, была сделана петля и Мари была повешена. А, да, 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 теперь понятно, понятно, как получилось это нечто. Теперь мы знаем правду. Хель всегда был рядом для тебя. И даже хотя он немного обеспечен временами, ты знаешь, что у него доброе сердце. Больше чем чего-либо, он просто хочет, чтобы все вокруг него были счастливы. Он всегда был кем-то, на кого ты мог положиться, чтобы он поднял у тебя настроение. Ты будешь правда скучать по нему. Хиро всегда был тем, на кого ты мог положиться. Он мудрый, способный, любящий и всегда оставить других лучше себя. Он такой человек, который всегда пытается сделать возможное, чтобы помочь тебе даже, если это ему во вред. Ты правда будешь по нему скучать. Как подойти к кобуре. Как подойти к кобуре. Так, случилось. Я не знаю, теперь может надо сходить навестить Базилия. Вы хотите спасти Базилия? Хочу ли я спасти Базилия? Ну, наверное, я хочу спасти Базилия. Потому что... Не знаю, мне он кажется тоже какой-то жертвой с этой ситуацией. Нет, все-таки это была не комната Базилия. А, Санни, это просто ты. Я рад, что ты пришел. Это... Это так здорово видеть тебя. Она пришла к тебе в тот день, в день, когда Мари умерла. Когда Мари... Когда Мари упала... Ты... Ты не мог этого сделать. Это было что-то за тобой, верно? Ты хороший человек, Санни. Я знаю, что ты хороший человек. Хороший человек не сделал бы чего-то подобного. После всего этого времени ты наконец-то вернулся за мной. Но... Завтра... Ты уедешь. Как ты мог это сделать? Грубо, Санни. Это так... Грубо. А? Здесь что-то вокруг всех нас теперь. Ты это видишь, Санни? Из этого нет выхода, верно? Куда ты идешь? Прекрати пытаться оставить меня. Прекрати это! Да прекрати это! Прекрати это! Я не хочу быть один. Не снова. Ты не можешь оставить меня. Снова. Нет. Ты не оставишь меня. Это... Не похоже на тебя, Санни. Это снова что-то за твоей спиной, верно? Вот оно. Ты видишь его? Отойди. Отойди. Отойди от Санни. Я защитник страны. Ну что, Санни? Ты можешь положиться на меня. Когда что-то убило Мари, когда что-то испортило все мои фотографии, я ничего не сказал. Я не хотел, чтобы люди думали, что это был ты, Санни. Так все фотографии закрасиваются. Тоже, Санни? Санни... Санни бы не сделал чего-то подобного. Не беспокойся, Санни. Я спасу тебя снова. Что-то за твоей спиной. Я избавлюсь от этого раз и навсегда. Что вокруг Базилии? Это тоже форма чего-то. Я сначала... Вот и сейчас подумал, что, может быть, это... Клякса. Это что-то вроде упавшей Мари. И все эти щупальца. Это ее ноги, руки, волосы. Может быть, кровь. Санни, не бойся. Мне тоже страшно, но это к лучшему. Все будет хорошо. Все. Будет. Хорошо. Что это? Успокоимся. Вы пытались успокоиться, но ваши легкие борются с тем, чтобы дышать. У Базилии красные глаза от слез. Вы хотите убежать? Наверное, убегать не стоит, потому что... Так, мы не спасем Базилия. Да и себя, мне кажется, тоже. Хотели сфокусироваться. Санни. И вот из этого нет выхода. Верно? Вы пытались держаться, но вы не смогли. Да нет, я не хочу бежать. Это неправильно. Мне кажется, это ошибка. Скажи мне, Санни. У нас наполняется этот счетчик внизу. Я эгоистичен, что делаю это. Я всем понимаю, мистический элемент этой игры. От нашей галлюцинации, тверской по-настоящей. От нашей галлюцинации. Что на самом деле сейчас происходит между нами? Ты ненавидишь меня? Хотя я еще не могу понять, почему Базилия думает, что мы его ненавидим. Из-за того, что у него появилась мысль, что мы на самом деле плохой человек. Пожалуйста, прекрати это. Санни. На самом деле, если я подниму, то на самом деле наши галлюцинации ржастры. К другу хотите убежать. Прекрати бороться, Санни. Я... Я так устал. Так, ну мы набрали. Все будет хорошо. Было написано на шкале внизу. А у нас стресс. Я не помню, насколько есть развод. Какой состояние. Господи, что происходит? Может, на самом деле сбежать было бы более правильным поступком. Но я не знаю. Что-то не особо уже верится, что все будет хорошо. 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 Почему? Почему ты не остановишься? Я ничего не вижу. Но мы очень плохо. Я ничего не вижу. Но мы очень плохо. Прекрати. Очень плохо. Я думаю, что все... Чувствуют вину. Показывай. вину, верно? Чувствует вину и не чувствует, что он заслуживает быть своими друзьями. Ладно, просто смотрится на это полуобъятие. Так, на удивление яркое место. Что мне подсказывает, что это тоже не по-настоящему. Сейчас мы впервые на дороге, обычно мы ходили. Что-то я ничего не... О, о, киса! Не веришь, что киса должна оказать мне путь? Наверное, теперь нужно к себе домой? Значит, просто логично. Базиль. Привет, Саня. Ты нашёл свой путь назад домой? Я не знаю, говорил ли я это когда-либо нормально, но мне жаль, что причиню тебе так много проблем. Когда я дал тебе мой фотоальбом, я правда хотел, чтобы он был у тебя, но каким-то образом, когда я пытаюсь помочь, я всегда вместо этого становлюсь грузом для тебя. Даже тогда. Вся эта боль, которую мы чувствовали, вина в наших сердцах. Даже если попытаться всё это запечатать, она всё равно выходит каким-то образом наружу. Я хочу сказать, что всё будет в порядке, что у нас нет выбора, кроме как идти дальше. Но это зависит от тебя. Обрики, Алихиро хорошие друзья. Должен верить, что они простят нас. Это трудно по-настоящему верить в это, но фотографии в нашем альбоме, это не просто фотографии, это настоящие воспоминания. Наши воспоминания, это доказательства нашей дружбы. Держи эти фотографии близко к себе, и помни, что ты хочешь защитить. Прости, похоже, что я снова нагружаю тебя. Пусть твоему будущему скоро откроется, только ты можешь решить, что сделать в конце. Это немного, но я буду болеть за тебя. Оу. Саня, давай создадим новое воспоминание вместе, хорошо? Кхе-кхе. Прошу прощения. Не забудь, что оно... Что что-то находится в коробке для игрушек. Как-то это важно, мы нашли какой-то ключ. Маленькие игрушечные машинки, я даже не забыл собрать их домой снова. Этого портрета больше не было, да, но я думаю, на него было бы слишком... Я думаю, это было слишком болезненное изображение, что смотреть на него. Святые мамы, мама и Мари в последнее время берут уроки, а иногда они стаскивают меня вместе с ними. Кактус, это у подарка от Ацекеля, когда мы переехали сюда. Он, правда, выжил очень долго. Обычное растение, у него ничего необычного. Это что? А, это пульт. Папа правда злится, когда он пропадает, даже если он обычно... Заскрывает тиланью. А, сюда был большой задний двор, поэтому здорово наконец-то использовать его теперь, когда там есть домик на дереве. Так, в дереве дальше там, но я все еще могу видеть мое любимое дерево. Случайно не то дерево, на котором повесили Мари. Корзина полная фруктов. Мари очень настаивает на том, чтобы в доме были свежие фрукты. Это, естественно, здорово. Книги, которые мама и папа собрали за годы. Все, что они делают, это собирают пыль. А, бедные книжки. Микроволновка. Я с помощью нее смог насладиться большим количеством вкусных блюд. Доска для резки. Мари, случайно, порезали свой палец. Это был первый раз, когда я видел, как она плачет. Кухонная раковина. Мыть посуду хуже всего. О, по отрелочкам можно так быстренько. Старый тостер. Мама говорит, что он даже старше меня. Холодильник. Открыть его, что в холодильнике может быть. Опять только остатки. Главное, чтобы не было того знаменитого стейка. Незавершенная кружка кофе. Мама часто их оставляет, когда у нее стресс. А где может быть коробка для игрушек? Я просто не помню. Холодильник для тестных людей. Установлено 5 минут раньше, чем надо. Всякое грязное белье. Мари всегда просит складывать. Белье для нее. Кстати, где вообще в этом доме? Комната Мари была. На столе лампа. Наверное, она вместе с домом здесь оказалась. Бонсай, папа. Он сильно выросли с их пор, как я видел его в последний раз. Этим книгам Нипу тоже не особо повезло. Заглядывать в гардероб мамы и папы нам нельзя. Очень жаль. Обычный мы. Никаких страшных вещей сзади. Так, всякие туалетные принадлежности. Все дошли из своей секции, но на вид не скажешь. Очень надежный унитаз. Маленькие растения. Из-за них ванна должна пахнуть лучше, но я уверен, что это работает. Ванна. У меня нету бы какого-то конкретного мнения про ванны. Но зато, как мы знаем, есть про кровати. А, да, у нас была общая комната. Очень-очень удобная кровать. Она раньше была Мари, но она поменялась со мной, когда на зрительские проблемы со сном. Кровать Мари. И моя тоже, когда у меня были кошмары. Так, тут для одежды. Те, 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 только старые игрушки, да, конфеты. Обычные растения. Вот уполн детских игрушек. Так, я их все еще до сих пор себе не выбросил. А, Мари звучит так, будто она все же была замечательной старшей сестрой. Так, я еще Мари пахнут стиркой. В школьной книге мои Мари. Мари часто приходит из-за дополнительных занятий. Она должна быть встает. Телефон, который мама отстает у меня поставить в своей комнате. Отстает от расписания. Мари всегда... А, точнее, за ним стоит расписание. Мари всегда все успевает вовремя. Так, давайте пойдем в кому-то с пианино. У нее даже призыв на открытую дверь. Ну, никакой коробки для игрушек я тут его не вижу. Мы причинили полетой кистью. Хороший котенок. Саня, уже почти время. Ты прошел через ногу из этих все несколько дней. Ты, должно быть, встал. Но все допускаем ошибки. Ты убегал от этого уже долгое время. Это тяжело иногда. Принять их, но ты простишь себя. Правда? Ты можешь это сделать, Саня. Ты упорно работал, чтобы добраться до этого момента. Тебе расслабили только одну вещь. Знаешь, что я всегда буду присматривать за тобой хорошо? Пока ты помнишь меня, я буду здесь. Я не знаю, как за такое себя простить. Честно. То этой двери здесь раньше не было. Что это за дверь? Она как-то выделяется на фоне всего остального интерьера. Как может тут есть? Это какой-то склад. И лампа тут есть, и эта лампочка. Так, вы хотите открыть коробку для игрушек? Да, хочу. Что внутри? Скрипка. Ну, она сломана. Разбита, точнее даже сказать. Мы получили скрипку. Ряди длинных черных волос перебрелись с ее струнами. Нотный лист. Бумага порвана из-за пятна крови, но все еще можно прочесть. Вам теперь не кажется таким радужным, как раньше? Наверное, лучше нам тут не задерживаться. Так что, что-то. Да, я получил именно то, что мне было нужно. Моя рука не очень хорошо выглядит. Ты можешь разговаривать это людям, Кель? Ты должен держать хорошее, невозмутимое лицо. А, когда ты забралась мне за спину, Мария? И только что пришла сюда, глупая, и шла, ты принесла печенье для всех. Базиль, ты сделал эту идею, ты делаешь фотографии? А, да-да. Блин, не снимай фотографии, когда я так страдаю. Мы какими-то таким драматичными, кель? Это просто карточная игра. А, еще одно фото. И что такого смешного? И что-то ты нам не рассказываешь, Базиль? Например, когда он сфотографировал свою руку. Не переживай из-за этого. Ты скоро узнаешь. Хорошие были времена. Старый на руку Базилия. Валет и тост. Шшшш. Никому не говори, хорошо? Как скажешь. Мистер Баклажан. В те времена, когда он еще поусиленный молот. Куча разрослых игрушек. Бесконечные возможности. Старый тостер, но зацени производим. В руке Келли, четверка, шестерка и шестерка. Не смотри, Санни, это... Это слишком ужасно. Две шестерки, это не так уж плохо, наверное. Сестря, наверное, про покер подумал. Хотя я не знаю, во что они играют. Я проиграю, верно. Типа, знаешь, с оргами еще, мне кажется, можно что-то сделать. Печенье Мари лучше всего. А, Санни? О, Хир, я таким скромным. Ты знаешь, что твое печенье гораздо лучше моего. Э, это субъективно. А печенье Мари... Печенье Мари запечено гораздо больше любви. Я могу есть их вечно. Ах, прекрати это, Хир, ты смущаешь меня. Наверное, что вы хотите уйти. Наверное, да? Вы вспомнили запах свежеиспеченного печенья. Он пахал лучше от знаний того, что Мари приготовила их с нуля. А часть скрипки починила себя. Часть скрипки восстановилась. Так, мне кажется, какая-то с чем-то идет. И вот, арбуз полностью нарезан. Давайте все. Возьмите себе кусочек. Ей, спасибо, Хиро. Посмотри на себя, такой большой и сильный мужчина. Так вот, у кого мы научились нарезать эти арбузы. Не сейчас, Мари. Хе-хе. Нет ничего лучше. Хорошего, сочного арбуза в горячий летний день. Чавк, чавк, чавк. Вот, арбуз и кончился. Чавк, 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 чавк. Эй, не снимай фотографии меня, пока я ем, Базиль. Прости, обрю. Просто думал, что ты выглядела милая. Я дышу тебе, когда она будет готова. Ну, ладно, хорошо. Я доверяю тебе, Базиль. Все эти моменты из фотоальбома. Так, Господи, что такое? Ну, отвратительно. Прекрати влевать семечки на меня, Кель. У тебя семечки, я вас ему лицо. Ну, как насчет этого тогда? Не, прекрати это, обри. Не знаю, что такое Кутис на Кель. Очень боится, что обри их как-то ему передаст. Эй, Сани, ты хочешь видеть фотографии обри? Да, это очень милая фотография, на мой взгляд. Обри такая милая, верно? Так, все, все, это мы уже видели. Пусть играет хер. Они просто раздельны друг друга. Помнишь, какими были мы, когда мы были младше? Лично прятала жуков в твоей столе все время. Только, когда ждут твои реакции. Все было таким забавным. Подожди, это была ты? Ой, ус. Теперь у меня проблемы, Хира. Ребята, ну же, мы на пляж, и мы должны расслабляться. Это и есть расслабление. Функциональная пластиковая сумка. Рюкзак Кель, а он слишком большой для него. Зато вместительный. И полностью седенный арбуз. Он был вкусным. Так, сумка обри. Она идеально ей подходит. Пляж сумка Марии. Она совпадает с той, что у Хира. Так, может, сохранится? Я не знаю. Может быть, все-таки до конца дойти? Да, давайте еще посмотрим. Наверное, тогда будут еще сохранения. Вряд ли это последние. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Мы убили мяч, кстати. Обычный песочный замок. В моей жизни вообще ни одного песочного замка не было. Значит, для меня все необычные. Как покинуть это место? Может, нырнуть и упыть куда-то далеко, где меня никто не найдет? А где выход? Выход забыли нарисовать. Выход здесь. Завы вспомнили. За вкус арбуза. Завы вкуснее, когда вы ели его со всеми жарким летом. Схрипка еще немного починилась. Завы вкуснее. для нас всех, Хиро. А, и что такое? Я просто много практиковалась. Я рад, что она всем понравилась. Однажды ты будешь знаменитым по всему миру поварами, и ты будешь готовить немного вкусной еды. А? Подожди. Я буду? Конечно, ты. Я верю в тебя, Хиро. Ну, если ты так говоришь. Я рад, что ты используешь свою камеру теперь чаще, Базиль. Кажется, ты наслаждаешься своим новым хобби. Да, я думаю, это довольно весело, когда разберёшься в этом. Подожди секунду. Да что-то странно, этой фотографии. Нюх-нюх. Гектор? Как ты мог? Ну, я знаю, когда это было снято. Да, я вспомнил. Мы спим, мы ничего не можем сделать. Но мы проснулись. Эй, Сань, не могу я потерзать твой мозг секунду? Я проливаю готовку и всё такое. И Мэри всегда говорит, что я правда хорош. Но мои родители хотят, чтобы я стал доктором. Ты можешь не стать поваром. Почему бы и нет? Может быть. Мы все еще иные. Мы должны мечтать о большом, верно? Ну да. Моей маме будет что сказать об этом. Храп. 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 Эй, Сань, я снял фотографию всех раньше. Хочешь посмотреть? Да, отличная фотография. Но гектор, конечно, немножечко добавил краску в неё. Это мог быть такой хороший снимок. Но Гектору пришлось испортить фотографию своей какашкой. Может, я бы прикрыть её лентой позже? Ага, младший брат, прости, мы разбудили тебя. Ты делал так мирно, свящим. Напоминает мне времена, когда ты был всего лишь ребёнком. Ты тоже можешь сохранить. Гектор, что скажешь в своё оправдание? По-моему, он так... Господи. И так прекрасно себя чувствует. Я плыву на съедину арбузу. Я плыву на всех животах. Пять арбузы. В течение морей мы немножечко перекусили им. Ну и, собственно говоря, больше строится строить с собой не на что. Неужели мы так по всем воспоминаниям пройдёмся? Вы вспомнили чувство сна на коленях Мари. Это было более комфортно, потому что ты знал, что не из строя ни на что. Мари всегда будет защищать тебя. Что же идём дальше? Какое следующее воспоминание? Идёт намного. О, это я помню. Эй, Санни. Эй, Вазиль. Что у вас рядом так много за него времени? Простите. Мы немного увлеклись, играя в эту новую игру, где сражаешься друг с другом с этими штуками под названием домашние камни. Вазиль, Вазиль. Сфотографируй мой новый дождевик. О, хорошо. Одну секунду. Тебе нравится, Санни? Это мой любимый цвет. Розовый. О, розовый отвратительный цвет. Да, нормальный чё-то. Нет, это не так, Кель. Это ты отвратительный цвет. В этом вообще никакого смысла. О, Санни, ты мне напомнила. Мари и я говорили о том, чтобы покрасить наши волосы вместе. Мари говорит, что она старается покрасить свои волосы фиолетовый. Фи-фиолетовый? Ты хочешь знать, какой цвет я выбрала? Подожди. Ты говоришь, что ты хочешь покрасить свои волосы? Розовый? О, это странно. Зачем тебе ещё делать что-то такое? Не знаю, раз я думал, что ей будет мило. Мари тоже так думает. Хм, никогда не будем воздвигать ваши безумные идеи. Я думаю, розовый будет хорошо себе смотреть, Собри. Что ты думаешь, Санни? Мы уже убедились, что смотрится реально неплохо. Санни говорит, что она думает, что розовый отлилит замечательный цвет. Видишь, даже базилий и Санни согласны. Ты только тот странный, Кель. Да и неважно. Ты сказал, что ты, Батиль, играли в эту новую игру с домашними камнями? Хм, может мне тоже этим заняться? Не, я знаю, ещё на несколько хобби с ней смотреть, если они какие-нибудь новые штуки. Я и тогда решаю, но однажды я покрашу свои волосы в розовый. Но, может, не в ближайшее время. Мой папа немного строг касательно таких вещей. Кстати, где он? Что такое, Санни? Ты хотел здесь фотографию? А, я только сейчас понял, что Кель сделал розовый. Ну, не всем розовый. Но, может, он просто хотел добавить своего собственного колорита. Ты всегда бросишь стримую фотографию, когда я... Ты всегда бросишь стримую фотографию, когда я снимал фотографию с Обри. Может, я чувствую небольшой краш? Вы чувствуете, как ваши уши краснеют? На самом деле, это было взаимно. А может, вообще-то, на самом деле, Санни имел краш, а Обри как бы и не до этого было? Не, с собой, если ничего не скажу. Мой рот на замке. Ну, ты пойдёшь вперёд, Санни, вершай за нас. Мы скоро тебя нагоним. Вперёд, а вперёд. А где, собственно, Мари? Воспоминания без Мари, это, можно сказать, даже... Ну, не то, что неудачно вспоминать. Я чё-то думал, что эти воспоминания посвящены именно Мари. Вы вспомнили звук, падающий капель дождя, когда они ударялись в ваш зонтик. Они звучали спокойнее из-за знания, что вы стоите рядом с ваш... что ты стоишь рядом с твоими лучшими друзьями. Ты уверен, что не хочешь быть на фотографии с Саней. Саня немного стесняется камеры. У нас есть было такие дни, верно? Всё хорошо, Саня. Ты к этому скоро привыкнешь. Ладно, это тоже выглядит так потрясающе. Ты правда произошёл себе на этот раз, Хиро? Эй, спасибо, Хиро, я люблю клубнику. Базиль, Базиль, какое желание ты собираешься... Базиль, Базиль, какое желание ты собираешься загадать? Эй, ты не можешь в этом сразу же отёбрить? Или оно не исполнится? А? Это так работает, так как в таком случае... Я желаю, чтобы Кель получал только пятёрки в школе. Эй, ты не можешь этого делать. Мм, желание? А, ну что мне пожелать? У меня есть всё, чего я мог бы хотеть прямо сейчас. О, я знаю, я думаю, я живая. Просто шучу, это секрет. Ну, я хочу знать. Ляд, если мы не поторопимся, то свечки расплавят, расставят. Мы готовы спеть? Да, конечно. Хочешь начать, Мари? Конечно. И раз, два, три, четыре. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Спасибо. Ладно. Я прошу прощения за то, что я потерзал вас своим так называемым мелодикламированием. Во-го. Задуй свечи, задуй свечи, Базиль. Загадай желание. Тоже неплохая фотография получилась, я её тоже помню. Блин, Келли выглядит какой-то супергерой будущего на этой фотке. Вы вспомнили лупку Базилия, когда он собирает задуть его день рождественские свечи. Но вы также вспомнили, что когда Базиль загадал желание, вы тоже загадали одно. Но в тот раз ты пожелал, чтобы все были счастливы. Что-то пошло не так. Как-то тяжело видеть. Ну. На самом деле, вот вроде бы мы узнали, что случилось, но мы до сих пор не знаем, почему это случилось. И это, как мне кажется, не менее важно. Вау. Новый баскетбольный мяч. Спасибо, бро. Не проблема, Кель. Ты можешь благодарить меня, улучшив свою успеваемость в школе. А-а-а. Да, конечно. Хорошо, Саня, время тебе открыть твой подарок. В этом году... А, это где Новый год? В этом году ты получишь только один подарок от всех нас. Наверное, выглядит не как что-то большое, но... Мы... Нам всем пришлось накопить на это вместе. Да, я и Вазиль даже начали продавать печенье, или мы над летом. И Мария немного поработали в пекарне, если ты помнишь. И я? Мне вышли ты с вами газеты каждое утро, а тебе целых три месяца. И ты узнаешь... И вы знаете, как сильно я ненавижу вставать утром. Мы знаем, что можно быть большим давлением, но... Ты уже давно бросил играть на... Почему я говорю, я не сих пор, как ты бросил играть на скрипке? Мария сказала нам, как ты всегда сидишь в комнате с ней, когда она практикуется на пианино. И даже был один раз, когда я поймал тебя за попыткой поиграть на своей старой мини-скрипке, даже если она была слишком маленькая для тебя. В любом случае, это была идея Базилия, но мы все решили... скинуться на неплохую, так что... Да? Мы надеемся, что тебе она понравится, Саня. Это от всех нас для тебя. Почувствуй, из этой проклятой скрипки-то все и пошло. Не туда. Не зря же она сейчас разбита. Блин, то же Саня стоит к нам спиной, кажется, будто он не рад подарком. Та-да! Это твоя-твоя собственная скрипка. Мы надеемся, она тебе понравится, Саня. Попробуй ее. Вы почувствовали... зуд в пальцах. Как будто сама по себе твое тело приготовило скрипку к игре. Прости, что я все время прыгаю с вынотыми. Сначала учиться выно, а потом думаю, ну... чтобы вот так с Саней... Все-таки стоит ли более личное прощение использовать. Так, есть скрипачи в чате? Что думаете, нормальную скрипку-то держит этот молодой человек? Ты вспомнил? Я расчистил в своем сердце, когда ты сыграл свою первую ноту на твоей первой скрипке. Тогда это напугало тебя, но ты был не против, потому что они верили в тебя. И, несмотря ни на что, ты не хотел разочаровать их. Потому что они были твоими друзьями. О, скрипка установила свою форму. Ну, это логично. Когда, если не на этом воспоминании, верно? Так, налево или направо? А, или уже никуда. Да, мы это уже посмотрели. Это мы уже все видели. Наверное, нам вперед. Так. Санни, ты наконец-то здесь. После этого места всего известно от тебя. Это большая ответственность. Ты знаешь, ради того, как мы встретились, и у меня было множество проблем с тем, чтобы вписываться в коллектив. Я знаю, что дети на рассыл коллектив лучше не говорят. Ну, я перевожу, чтобы было понятно. Даже после того, как мы все стали друзьями, я всегда полагала, что ты со временем... Полагала, что вы со временем меня бросите. Но когда другие были заняты своими делами, у тебя всегда, похоже, было время для меня. Ты слушал, как я говорю, часами, часами и часами, и всегда могла положиться на тебя в этом. Я знаю, мы так много упустили друг с другом за последние несколько лет. Но это не обязательно должно оставаться так. Люди всегда говорят мне, что я тупой, или что я довольно беспечный. Но я всегда буду рядом, если ты не против этого. Санни, мы знаем, что ты не тот, кто любит вести. Это было, правда, тяжело для тебя. Но ты должен немножечко довериться и нам тоже. Только потому, что ты делаешь что-то плохое, это не сделает тебя плохим. Ты держишь жизнь этой боли так долгая, и ты держал её всё внутри. Посмотрим, что легче игнорировать свои проблемы, но это не нормально плакать из-за них тоже. Впереди ещё больше хороших времён. Жизнь становится лучше. И ты, может быть, тем, кто сделает это реальностью. Но они стали взрослыми. Что бы ни случилось, то, что случится дальше, будет зависеть от тебя. Но мы здесь для тебя, то, что мы хотим быть здесь. И мы враг надеемся, что это не прощание. Неважно, как сильно ты спрятал свои чувства, они всегда каким-то образом вернутся назад. И что ты сделаешь с этими чувствами, это будет твоей правдой. Эй, Санни. Неплохо не пера тебе, ладно? Ну, отчитывая, с каким Звечный Аршалисанна это говорила, возможно, что она и правда намекала нам на то, что наша нога может сломаться. Я сомневаюсь в этом. Что бы ты в итоге не выбрал, мы всегда будем хотеть того, что лучше для тебя. Помни, держи на своих мыслях. Мы будем болеть за тебя. Ты можешь это сделать, Санни. Я обещаю, что я буду с тобой до самого конца. Да, я думаю, мы всегда будем лучшими друзьями. Ты тоже не против этого, верно? Что же, опять на светодиодной ноте мы заканчиваем серию. Мы как будто бы узнали, да, что произошло. Мы сейчас находимся за кулисью. Но что мне теперь хочется узнать, это почему это произошло? И почему Базиль чувствует настолько большую вину? Может быть, это была идея Базиля повесить мари? Я не знаю. Но, думаю, уже скоро мы все узнаем. И, вероятно, следующая серия будет последней. Я думаю, постараюсь за нее показать все концовки этого рута. Сейчас я заглянул в гайдпо на тему консолок. Оказывается, что концовки, как бы, мы уже некоторые пропустили, потому что, когда мы расстались в доме Базилия, мы могли, ну, не идти к нему и получить какие-то другие опции. Но у нас должно было остаться сохранение, верно? Да, вот у нас и сохранение в доме Базилия. Оно должно нам помочь эти концовки увидеть. Возможно, нам с них, да, что и следующую серию начать. Потому что такие, наверное, скорее, менее развернутые, чем то, что мы увидели сейчас. Я даже не знаю, сможем ли мы в них узнать то, что произошло с Мари. Ну, посмотрим. Как-то так. В общем, единственная серия будет последней. В конце серии, следующей, тогда я еще и постараюсь рассказать, что мне понравилось игре, что не понравилось. Хотя, на самом деле, что понравилось, что не понравилось, наверное, многие уже и так, кто внимательно, так сказать, следил за мной, уже знает, что именно мне не особо пришлось по душе обо море. Но, в целом, сейчас ошли к концу. Точно могу сказать, даже не жалею, что прошел эту игру. И что, надеюсь, финал будет действительно потрясающим. Как я много раз слышал, что финал, в принципе, все искупает, скажем так. Что этот финал стоит того, чтобы его увидеть. Но, что будет в этом финале, это пока отследили нас с вопросом. И, надеюсь, следующая серия действительно все расставит по местам. С вами был Vanguard. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. Всем пока.